Датой юридичной оценки по ДИЭМ мы попросили ведомого юриста Александра Гурового. Добрый день. День добрый. Как бы вы квалифицировали ситуацию в стране и как бы вы квалифицировали противосборствующие стороны? Что это и кто это? С точки зрения... К сожалению, ежесекундно мы наблюдаем то, что как со стороны митингующих, так и со стороны правоохранителей происходит нарушение законов. То есть каждую минуту, каждую секунду нужно квалифицировать ряд уголовных преступлений как с одной, так и с другой стороны. Поэтому, если дальше двигаться таким же направлением, это только усугубит дальнейшую ситуацию. Оценивать действия митингующих, оценивать действия правоохранителей исключительно в рамках Головно-процессуального кодекса будет очень сложно. То есть нужно только политическое решение. Без взаимных компромиссов, без нахождения какой-то точки, к которой обе стороны придут и с ней согласятся, к сожалению, выхода с этой дороги нет. Учитывая историю Украины и некоторые особенности уголовных дел, которые бывают, можно ли ожидать, что даже после мирного разрешения будет так называемая охота на ведьм? Что с одной, что с другой стороны? Я думаю, что как и правоохранители, так и митингующие надеются на то, что после определенной черты будет очередная амнистия, и все, что они делают, им будет амнистировано и будет прощено каким-то нормативным актом. Только на этом можно рассматривать и расценивать, видя то, что сейчас происходит на улицах города. По аналогии, то, что было раньше, я думаю, что не было еще таких выступлений, такого противостояния есть, которое между правоохранителями и простыми людьми. Спасибо большое. Это был известный юрист Александр Горовый. Спасибо.